На главной улице Симферополя с самого утра шумно и зрелищно. Военная техника и служащие, выстроившиеся в громадные колонны, прокладывают маршрут от площади Амедхан-Султана к Советской. Так проходит последняя репетиция перед Парадом Победы, полностью повторяющая праздничную программу, которую крымчане увидят в день 9 мая. На улицах столицы можно будет увидеть колонны военнослужащих, курсантов, представителей силовых ведомств и боевые машины. Всего на Параде в День Победы примет участие 850 человек, представителей воинских частей и 40 единиц техники. К такому масштабному мероприятию готовились основательно, тщательно отбирая только лучших. Это вообще общенародное праздничество, я думаю, это один из тех праздников, которые ждут всей страной, поэтому и участники Парада подбирались лучшие только как в механизированные колонны, так и в коробки. Тренировки мы начали за два месяца подготовка к Параду, соответственно подготовка техники, лично состава, форма одежды. Каждый днём соответственно, потому что понимал, что он представляет свою воинскую часть, вооружённые силы, соответственно, перед всеми жителями корабля. В составе механизированной колонны пройдёт легендарная боевая техника, сухопутных войск ПВО, артиллерии, бронетранспортер. Кроме Парада Победы, впечатляющим событием 9 мая станет и шествие Бессмертного полка. В нём примут участие более 40 тысяч человек. Мы начали работать со 2 апреля этого года. Основные действия были направлены на то, чтобы сформировать волонтёрские отряды. Это было направлено, прежде всего, на то, чтобы ребята сплотились в единую команду, которая будет работать здесь 9 мая. Порядка 250 волонтёров будет обеспечивать движение порядка 40 тысячной колонны. В Бессмертном полку молодое поколение участвует с гордостью. Главная цель – сберечь память о легендарном Дне Победы. Чтобы участники Великой Отечественной войны знали, что их дело и подвиги, гибель товарищей были не напрасны. Память о них не угасла, а отблески тех боевых лет будут освещать путь потомкам. Когда проходит этот праздник, меня переполняют эмоции. Когда я еду в колонну Бессмертного полка, у меня наступают слёзы. Я считаю, что каждый должен помнить эту великую победу, потому что было пролито очень много крови. Я чувствую гордость за своего деда. Я понимаю, что если они воевали, а нам пройти – это просто пустяк. И ты хочешь как можно выше поднять свою голову, идти гордо и как будто кричать, что у тебя дед, прадед воевал, и чтобы все об этом знали и гордились им тоже. К 9 мая отношусь хорошо. Все-таки помнить о войне – это важно. И те жертвы, которые принесли люди в прошлом, помнить сейчас действительно нужно. День Победы всегда будет оставаться великим днём, праздником, который встречают с гордостью. Ждут с замиранием сердца, одновременно со слезами на глазах. Анна Беляева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова